МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реклама это показывает, что происходит. Как ты думаешь, зачем реклама нужна? Ну, чтобы людям в руку писать хочется, чтобы сходить можно было. Ну, чтобы отдохнуть там немножко. Перед фильмом, вот, например, когда человек что-то жарит и хочет досмотреть фильм, реклама включается, и тогда человек может спокойно, там, например, если он жарит блины, он может спокойно перевернуть его или в туалет сходить. А зачем она мужчинам во время кино? Ну, чтобы паузу делать. Чтобы паузу делать. Например, идет кино, пауза, реклама, один рекламный ролик. У рекламы есть ролики. Их можно быть шесть, пять или один ролик. А почему нельзя показать весь мультфильм подряд, а потом только рекламу? Почему посреди мультиков? Потому что тогда глаза заболеют одно и то же смотреть. Реклама надоедает. Ну, она же такая красивая. Ну, реклама, да, красивая. Только она надоедает людям. Потому что она мешает им смотреть продолжение фильма. Леон, ну, если идет интересный фильм, зачем его прерывать рекламу? Ну, нам же хочется дальше смотреть. А если он не в порядке? А если актер что-то неправильно сделал? Тогда придется включать рекламу. Скажите, она необходима? Это важно? Это нужно? Реклама? Нет, не нужно. Ну, тогда, когда идет фильм, и потом реклама, неинтересная реклама. И надо рекламу, потому что ты не знаешь, что купить, например. Пока идет реклама, что обычно делают? Готовятся быстренько кушать. Они ее, может, например, смотрят или переключают на другой канал. Они смотрят и смотрят, ну, например, что купить ребенку, что приготовить. Кто создает рекламу? Кто ее придумывает? Таша ученый, по-моему. Все придумывают, что хотят. Но главный рекламный менеджер не дает им сделать то, что они хотят. Он дает им только свои приказы. Как вы думаете, рекламу вообще трудно сделать? Трудно. Там надо рисовать, писать, все. А можно просто приготовить детей, чтобы они говорили про рекламу, придумывали ее. И все такое. Леон, трудно создать рекламный ролик? Ну, это нужно потребоваться 5-6 дней. А трудная эта работа? Трудная. А в чем там трудность, как думаешь? Ну, там есть такой компьютер, и вдруг человек не узнает, что там, какие там кнопки. Главный рекламный менеджер, он говорит всем. Так, работаем. Мы должны сделать новый ролик. И каждый день ролик новый. Менеджер – это главный в рекламе. Он начинает рекламу, и за ним все идут под сценарием, по роликам. Это самый главный. Это самый главный, который говорит и руководит рекламой. Он говорил, что снимать. Который, ну, рекламой командует. Вот там, этими, которые делают рекламу. Что такое рекламная компания? Это люди, которые делают рекламу. Это много людей делают рекламу. Это компания. Это рекламная компания называется. Ну, это такая компания, которая создает эту рекламу. И еще это, ну, есть такие помощники, которые могут снимать всю рекламу, какую захотят. Дяды снимают, а другие там, ну, говорят что-то по рекламе. Все придумывают, что хотят, но главный рекламный менеджер не дает им сделать то, что они хотят. Он дает им только свои приказы. Чем больше компаний, тем больше реклама. Что обычно люди говорят на рекламе? Они говорят, ну, опять реклама, это дурацкое. Ну, еще говорят, хорошая реклама, я бы мог посмотреть. Для детей мне интересно то, что показывают, то, что интересно для людей нормально. А людям не интересно то, что детям интересно. Я считаю, что не надо было эту рекламу делать, потому что она скучная. А мне не скучно. Чем помогает реклама? Например, возьмешь эту газету, если ты не знаешь, что новая есть, ну, или старая, или дешевая, или нет, можно посмотреть в рекламке. А бывает реклама не в телевизоре, а в газетах, например, или так на улице где-то что-то рекламируют. На улице нет. Ну, это вообще уже было ужас. То есть если бы все наклеили это. А вот и в газете это интересно, потому что-нибудь происходит. Ну, в рекламе тоже что-то происходит. Тогда бы были в магазине дегустации. Дегустации – это когда, например, продавец говорит, не проходим, народ, у нас сегодня очень важная дегустация. Но это тоже, наверное, реклама? Нет. И это на самом деле. Вот я ходила в магазин «Мак» в Риме, и там была дегустация. Дегустация чего? Шоколада. Ой, как это вкусно. Попробовал? Да, вкусный. И ты выбрал шоколад, который тебе понравился? Ну, из дегустации нельзя кратить шоколад. Ну, пробовать-то можно. Да, я попробую. Все виды. И ты выбрал самый вкусный из всех видов? Самый вкусный был второй. Он очень такой оригинальный. Можно еще рекламировать или караламу, ну, давать ее, ну, на прохожих. И еще можно их... Еще такие... Ну, давать незнакомцам. Еще есть такие люди, они на самокате едут и раздают газеты. А еще есть, ну, почтальоны, которые раздают рекламу. И вложат просто рекламу в почтовый ящик. А другие просто кидают. Показывает то, что будет потом, то, что сейчас идет, то, что во сколько будет. Это, ну, когда, куда-то номер можно набрать, куда-нибудь поедет. И игрушки продаются везде. И еще, ну, что можно купить или что-то случилось. Ну, какие-то там фрукты показывают. Еще сиропчики, таблетки. И еще я недосказал. Новинка «Юлка Бабус». Пузырьки шоколада снаружи и внутри. Продается в магазине «Максима», «Риме» и «Инке». Цена низкая. Всего 5 лат 2 сантима. А антиреклама? Антиреклама – это ты набираешь номер и куда-то можешь ехать. Ты куда-то можешь позвонить, чтобы что-то купить. Или купить игрушку куда-нибудь в далекое место. Наверное, какая-то техника. То, где я показываю там детей каких-то. Антиреклама – это ты мне бабушка где рассказывала. Наверное, это такая специальная реклама, где показывают то, что уже есть. Когда лучше тех реклам, которые были предыдущие. Это антиреклама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин